Трава. Трава для кальяна. Бестабачная чайная смесь. Трава. Пиздец, конечно, нейминги, но мы к ним уже все привыкли. Звучит довольно-таки неординарно, поэтому перед тем, как мы начнем, маленькая такая, знаете, вставочка о том, что когда-то в Москве был магазин Трава Шоп, и они продавали табак на развесы. Это было очень популярно. И на тот момент у всей, так сказать, индустрии, у всех любителей кальяна на тот момент вызывало это название очень негативные эмоции. Пу, блядь, Трава, это наркотик, а ребята так назвали магазин. Но со временем это прижилось, это стало даже популярно, потому что очень сильно звучало, и как-то такое прям интересное название, но ребятки закрылись, но это слово Трава в кальянной индустрии живет до сих пор. Правда, они уже не с этими ребятами, но оно живет. Поэтому у нас сегодня на обзоре Трава. Без табачной основы, на чайном листе. И давайте я вам сегодня про нее немного расскажу. Ребятки на самом деле выпускают два продукта, о которых лично я конкретно, блядь, знаю. Вася, блядь, я два конкретно бренда знаю. Это смесь АСД и, конечно же, Трава. То и то довольно-таки разные продукты. Но выделить я хотел бы именно Траву. Почему? Потому что это тот самый затерянный маленький бриллиантик среди кучи-кучи больших других бриллиантов. Но маленький он или нет, он остается бриллиантом. И об этом я хотел бы сегодня рассказать. Опа! Открываю. Что мы имеем? Мы имеем вот такой вот дизайн, где трава. А сделана она в стиле искусственной травы с Леруа Мерлена. Красивая, интересная баночка, где каждая баночка – это дизайн вкуса. И что мы имеем внутри? Внутри мы имеем хорошее чайное сырье на основе вроде как бы каркаде. Хорошо пропитана аромочками. И вот тут-то вот, знаете, что я очень люблю, когда делаю какие-то обзоры на бестабачные смеси, в том, что любая аромка, какая бы она ни была хуевая, но на чай она ложится очень охуенно. То есть здесь, по факту, обозревая продукт, я уже как бы заведомо делаю это без претензий. Почему? Потому что, ну, нельзя уже испортить чайную смесь чем-то очень-очень хуевым. Ну, если, конечно, блядь, здесь не будет какой-то хуйни внутри банки, и ребятки просто не захотят поугарать. И ты вроде бы и так, и сяк, но это очень хорошо. И как бы чайные смеси давно уже спокойно курятся, их никто уже не хейтит, не обсуждает. Поэтому я думаю, надо бы забить на нашей новой механике Цайбер кое-что. Но мне прямо сейчас пришла идейка. Недавно мы с друзьями собирались поехать на природу. Я знаю, что у меня целая гора сумок дома для кальянов. Но я ни одной не нашел, потому что мы сейчас находимся в стадии ремонта. И мне пришлось на Уэлберисе заказывать вот такую вот сумочку. Я подумал, нахуя мне выебываться, если я могу взять самую обычную, самую максимально дешевую, но более-менее качественную. Выбор пал на вот такую вот сумочку. И она самая простая. В ней нет ничего. А самое главное, это цена в полторы тысячи рублей плюс бесплатная доставочка. И я подумал, а почему мне не поехать сегодня снимать и доснимать обзор травы с друзьями куда-то на отдых? Почему не уехать? Сумка у меня есть. Все я это сейчас положу. И мы поедем. Вы тоже поехали со мной. Привет. Нормально доехали? Удобно в сумочке смог нго за полторашечку на Уэлберисе? Ну, ребятки, вот и все. Очень быстро, очень портативно и мобильно мы в лесу, на природе, где мы можем спокойненько дальше уже поговорить про бренд трава. И, собственно, примерно поделиться, что из себя он представляет и что ты получишь за деньги, которые он стоит. Что первое хотелось бы сказать о насыщенности вкуса? Как я и говорил, чай и табак немного отличаются по тому, как ложится аромка. И в данном случае на чае такие вкусы, как арбуз, черника, личи раскрываются немного лучше. Особенно личи. Потому что личи сам изначально по себе вкус довольно-таки серый, томный, шумный. И на табачном сырье все гораздо-гораздо хуже с личи. Но на чайном сырье личи это что-то нереально крутое. Поэтому, если вы собираетесь как-то пробовать, либо пришли в магазин и видите там траву, то возьмите пару банок просто попробовать. Потому что, если вы как-то используете чайный лист на повседневного покура, либо для миксологии, то трава за свои бабки просто нереально хорошо. Что касается всеми любимой дымности, всеми любимой накуриваемости, то в траве это есть. Хоть это чайный лист, но там используется вот прям малехонько никотина. И, соответственно, после чего мы получаем хоть какое-то накуривание. А это самое главное. По дымности тоже все очень хорошо, даже учитывая тот факт, что дует ветерочек. И сейчас я нахожусь где-то в лесу. С дымностью все окей. Поэтому можно подвести такие маленькие итоги по траве. То, что это вполне достойный, хороший продукт, полностью оправданный свои деньги. Которые можно спокойно покупать, курить, миксовать, забивать и просто использовать повседневно за не очень большие деньги. Также можете обратить внимание на такой продукт, как АСД. Это тоже продукт травы, либо трава-продукт АСД. Я думаю, не имеет сути, но попробовать тоже стоит. Это Дава Дым. Это подростовский лес. Всем пока-пока. А, ну и самое главное. Спасибо сумочке Smoke&Go за полторы тысячи свайлберис.